Готовились ко сну. Выбежали в ночнушках, когда почувствовали запах дыма. Две женщины и трое детей, одному из которых меньше месяца, покидали горящий дом в основном через окна. Из вещей вынести ничего не успели. Крыша вспыхнула через две минуты, а в течение получаса от дома уже ничего не осталось. Основная версия – поджог. Мой племянник избил свою жену, и она пряталась у меня. И он пришел ее искать. И он наркоман. И он со злости, потому что были его дети, мы были там. И он залез на второй этаж, облился бензином и поджег. Пожар произошел в воскресенье в поселке Шумыш. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Дом сгорел дотла, остались только стены. К счастью, люди не пострадали. Светлана отделалась парой ожогов, огонь капал на нее с потолка. Именно она следила за поджигателем и громко кричала, чтобы все немедленно выбегали. Сначала думали, что хочет выломать дверь, однако женщина почувствовала резкий запах химии. Сгорели даже трубы. Теперь все нужно начинать заново. В том числе проводить канализацию и газ. Ведь дом официально признан непригодным к восстановлению. Мы его строили 12 лет. Я работала на двух, на трех работах. Экономила на всем. У меня нет средств, чтобы его восстановить. И другого жилья у меня нет. Поэтому я обращаюсь к неравнодушным людям. Мне очень стыдно просить. Я всегда зарабатывала сама. У меня родители умерли. Но сейчас ради дочки. Если бы я была одна, я не просила. Ради дочки. Мне нужно восстановить этот дом. Любая посильная помощь. Одежду и обувь погорельцам помогли собрать люди. Сейчас семья готова как к весеннему, так и летнему сезонам. Основная задача – восстановить дом. С просьбой о помощи обратились в Министерство сельского хозяйства. Там обещали помочь строительными материалами. Однако этого не хватит. Работ предстоит очень много. Во-первых, мы хотим снять жилье. И лес закупим. Профлист на крышу. Нам сказали, можно пеноблоками внутри обложить, чтобы тепло было. Делать надо отопление, воду. То есть все заново. Там остались просто стены голые. Не окон. Внутри все обвалилось. Сгорело все дотла. Если вы хотите помочь Светлане и ее семье, то можете перечислить деньги на карту, номер которой сейчас видите на экране. А также задать вопросы лично женщине по телефону 8-920-960-9939. Светлана будет рада любой помощи. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».